Всё меньше дней остаётся до главного праздника весны – Дня Победы. Одна из важнейших его частей – традиционный парад. Более 500 школьников, кадетов, юнормейцев, а также сотрудников МЧС и органов внутренних дел почти целый месяц чеканили строевой шаг на площади. Одному из последних прогонов не помешала даже плохая погода. В часы репетиции дождь на время затих. Площадь Победы гудела от топота ног и звонких кличей. За месяц регулярных репетиций удалось отточить навык строевого шага. Финальные из них нужны для того, чтобы довести его до совершенства. Идеальным должно быть всё – от одинакового роста до поворота головы и высоты шага. Шаг в ногу – это всегда красивое зрелище. Каждый участник парада действует слаженно с другими. Это создаёт ощущение коллективной силы, мощной и непреклонной. Наравне со взрослыми офицерами, для которых этот парад далеко не первый, шаг чеканят и школьники. Многие из них учатся в специализированных кадетских или юнормейских классах. Там навык ходьбы строем оттачивают наравне с русским и математикой. Кто-то уже опытный участник парада, а кто-то шагает в коробки впервые. Однако для каждого это почётная и гордая миссия. Участвую я в параде третий раз. Я безумно горжусь тем, что я могу принять участие в таком важном для нашей страны мероприятии. Это очень важно – не забывать подвиги наших предков, то, какими силами они смогли спасти нашу страну, одержать победу. И это нужно помнить и гордиться этим. Я уже третий раз принимаю участие в параде победы, в подготовке. Для меня это очень значимое событие на самом деле. Когда я хожу в коробки, я, прежде всего, вспоминаю своего дедушку, потому что он герой войны, он прошёл практически до Берлина. У него очень много наград, и мы всей семьёй гордимся его подвигом. В это же время возле мемориала, павшим в годы Великой Отечественной войны воинам, вахту памяти несли другие школьники. В этот день отстоять в почётном карауле вышли ребята из двух учебных заведений города. Пасмурная погода также не стала помехой. Такие вахты школьники Саранска будут нести до Дня Победы в рамках одноимённой акции, поочерёдно сменяя друг друга. Пост, встать! Пора! На пост! Смирить! Равнение! Всего в этот день по площади маршировала 21 коробка. Однако в День Победы их будет больше. Генеральная репетиция пройдёт 6 мая. Ирина Радайкина, Александр Овчинников. Народные новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова